Что такое профессиональное отношение к микшированию музыки? Это прежде всего уважение и внимание к той работе, которая была проведена еще до микс-инженера. Нужно понимать, что люди потратили время, силы, средства на то, чтобы получить определенный результат. И микс-инженеру важно об этом помнить и не разрушить то, что было сделано до него, а наоборот приумножить это, уточнить баланс и проверить трек на транслируемость, так чтобы он звучал на разном оборудовании максимально узнаваемо, подчеркнуть какие-то детали, найти интерес в треке, подчеркнуть этот интерес, поработать с макро-микродинамикой и прочие нюансы. Но ни в коем случае не переворачивать все с ног на голову и переделывать трек, менять звуки, менять аранжировку и так далее. Нужно обязательно помнить, что люди потратили силы и время на то, чтобы получить определенный результат. Безусловно, сегодня есть треки, которые не отвечают этим критериям. Они могут быть с проблемами, плохо записаны, плохое исполнение или неудачная аранжировка. И такие треки, как правило, требуют грубого вмешательства, ну или, по крайней мере, сильного вмешательства в звук, в аранжировку, в звуки, в сами. Если вы столкнулись с таким треком, то будет хорошая идея обсудить это с музыкантами, предложить им самостоятельно внести изменения, указав на проблемные зоны. Это можно сравнить с работой огранщика алмазов и каменотеса. Разница велика, когда аккуратно обрабатывается и шлифуется алмаз или обтесывается камень. Это как бы деликатность против грубости. В работе профессионального микс-инженера это всегда деликатная работа. Безусловно, эта деликатность требуется и от самих музыкантов, когда они создают свое произведение. Они точно так же должны быть внимательны к тому, что они делают. Они должны быть внимательны к своему замыслу, к тем тембрам, которые они записывают, к аранжировке, к исполнению. Это все в конечном итоге скажется на финальном миксе. Если вам удастся проникнуть в замысел автора, если вам удастся понять идею и подчеркнуть ее, то ваш микс, безусловно, будет успешным.